Здравствуйте, товарищи! Сегодня я вам покажу 10 редких, или даже можно сказать, секретных машин, добавленных в обновлённую версию GTA V. Ну что же, поехали! Открывает наш выпуск настоящий монстр. Monster Truck Liberator. Находится он около офиса радиостанции Rebel Radio. Даже если у вас ещё закрыто это место, и вы едете вслепую, то вам не составит труда найти огромную вышку в пустыне. Несмотря на его жуткую раскраску в цветах... ...брррррр... ...американского флага, он остаётся очень и очень редким и лучшим в своём роде. Вторая машина на сегодня имеет тоже довольно внушительный размер. И найти её можно около магазина одежды в округе Блейн. Этот песочный король спавнится здесь практически постоянно. Обратите внимание на то, что он полностью прокачан и совершенно не случайно попал в этот список. Третье место для спавна офигительных тачек находится в одном из дорогих домов Вайнфуда. В этом гараже очень часто появляются полностью прокачанные суперкары. В моём случае это была Зинторна. Так что если хотите прокатиться с ветерком, то просто навестите хозяина этого дома. Чуете, что стало жутко? Верно! У нас на подходе просто адская тачка Duke of Death. Чтобы её получить, вы должны пройти первую миссию от незнакомцев и чудаков. Эта машина появляется как рандомный ивент. Так что ждите парней на грузовиках, которые приедут надрать вашу задницу. А вы когда-нибудь замечали, что теперь около центральной мастерской появляются роскошные прокачанные автомобили? Нет? Правильно! Это добавили только в новой обновлённой версии GTA V. Представьте, едете вы улучшать свою тачилу, и тут она, полностью улучшенная, перед вами, бесплатно. О, да! Следующие пять машин открываются во время побед в специальных гонках. Шестая машина – это Burger Stallion. По мне, так она больше напоминает Макдональдс. И отнюдь выглядит не очень уж аппетитно. Но, как говорится, на вкус и цвет. Седьмая машина – это сигаретный гаунет. Теперь-то мы точно будем знать, от кого этот окуривом несёт. Хм, а если без шуток, то такая версия гаунета гораздо быстрее, чем оригинальная. Восьмая машина, которая, в отличие от её предшественниц, выглядит куда лучше – это Пивной Доминатор. Вот эта машина мне по душе. Да. Только вот вопрос. Почему они все жёлто-красные? Девятая машина. Любимица всех. Баффало Франклина, раскрашенная в цвета спрайта. Что уж и говорить, я знаю много людей, которые проходят эти гонки только ради её одной. И последняя машина на сегодня – это второй Монстр Трак. Чавал Маршал. По сравнению с Либератором, он смотрится чуть поменьше. Но! Но! Если его покупать в магазине, то его можно окрасить в цвета России и повесить на него российский флаг. Что гораздо лучше чужих, западных. Спасибо за просмотр. Если данное видео было для вас полезным, то не забывайте поставить лайк. А также подписаться на канал, чтобы увидеть ещё больше интересного контента по игре GTA V. Ждите больше секретов. С вами был ваш Хелпер. Субтитры сделал DimaTorzok